добрый день сегодня на ремонте телевизор hitachi модель cmt2199 у телевизора имеется вот такая вот неисправность во время запуска в начальном этапе видно что показывает какой-то канал и потом все засвечено белым белый растр с линиями обратного хода такая неисправность встречается в основном когда неисправен видео усилитель сейчас необходимо будет почистить данный телевизор да еще забыл упомянуть через какое-то время телевизор отключается то есть уходит защиту но это также может быть связаны и с тем что у нас не работает видео усилитель должным образом в общем сейчас я почищу телевизор и после этого продолжим дальнейшую диагностику и ремонт итак давайте сейчас проверим напряжение на видео усилители питание должно составлять около 200 вольт это у нас первый вывод на разъемчике ну и смотрим прибор у нас ведет вот таким вот образом то есть такая вот история напряжение он не может замерить давайте же теперь подключим осциллограф и и замерим пульсации если таковы имеются также на первый вывод ну и смотрим показания осциллографа напряжение питания 200 вольт и пульсации 198 то есть питание присутствует 200 вольт но с очень такими нехилыми пульсациями при которых нормально ничего функционировать не будет давайте же посмотрим схемку телевизора вот у нас схема видео усилителя и питание 200 вольт посмотрим откуда она приходит ну приходим естественно тдкс вот тдкс диод к сожалению практически не разобрать инициатор c700 тоже какой-то схемка так к себе очень плохая никаких обозначений не видно но видно что конденсатор 22 микрофарада 250 вольт и давайте же посмотрим на плате на плате у нас тут здесь только один в районе тдкс находится конденсатор вот данный конденсатор 22 микрофарада 250 вольт если бы пробила например диод и пошла бы переменка то просто-напросто конденсатор бы взорвался так как они не работают при переменном напряжении ну и естественно напряжение есть хоть какое-то но хоть большими пульсациями присутствует подозрение падает на этот конденсатор скорее всего он полностью потерял свою емкость давайте же я сейчас его выпаю и проверим его снимать я это не буду уже выпаю конденсатором включая телевизор и смотрим как видим изображение теперь есть жанстр нормальный все отлично то есть у нас полностью потерял емкость вот данный конденсатор это у нас c756 после его замены телевизор заработал сейчас подключу антену также проверим изображение придется сейчас настраивать конечно каналы поэтому как только настрою каналы снова вернусь к вам настроить канала не удалось так как здесь только кнопки переключения каналов и громкости и также клавиша тв-авэ нашел лишь только канал домашний по переключав то есть частота с кабельным совпадала здесь судя по всему кабельное телевидение пульта на него нету но как видим телевизор работает защиту не уходит в общем теперь необходимо будет провести небольшую профилактику проверить конденсаторы конденсаторы конечно не все буду проверять как обычно блок питания кадровая строчная этого достаточно будет сделала я свой есть вот такой приборчик еще здесь два винта не вкрутил это уже мелочи щук сделал вот такой вот разъем и здесь уже от другого щупа сама игла по конденсатором я уже откалибровал так как его пришлось калибровать немного по измерению резисторов калибровку я не производил конденсаторы c953 220 микрофарад на 100 вольт смотрим емкость показывает 314 микрофарад здесь у нас 220 это связано с тем что в самой схеме точной емкость невозможно определить и при измерении esr у нас имеется rx 0,112 ом и а 0,11 ом мы сравним по показанию именно анализатора это вот значение а 0,12 ом и уже можно по этому значению 220 микрофарад на 100 вольт смотрим 0,1 ом смотрим 0,1 ом и у нас ну в среднем 0,12 ну грубо говоря тоже 0,1 ом проверяем другие конденсаторы c954 1000 микрофарад на 16 вольт 1000 микрофарад на 16 вольт смотрим емкость 1130 микрофарад и значение esr и а esr то есть значение анализатора esr у нас примерно одинаковое 0,017 ом смотрим значение 1000 на 16 у нас получается 0,015 ом ну грубо говоря практически одно и то же разница небольшая далее c 956 100 микрофарад на 100 вольт опять мы видим емкость 320 микрофарад и значение esr и анализатора 0,04 ом и по таблице у нас 100 на 100 0,15 ом то есть значение esr немного превышено я его выпаю и уже проверю на другом приборчике это вот на таком далее c755 220 микрофарад на 16 вольт 0,07 ом вполне еще годный конденсатор далее c754 470 микрофарад на 35 вольт и смотрим 0,028 ом таблица у нас 0,01 ом то есть практически в три раза превышен esr также необходимо будет проверить данный конденсатор так далее c620 здесь все отлично c725 100 микрофарад на 16 вольт ну здесь все отлично также показания скачут ну в принципе нормально c605 100 на 35 1,4 а у нас 1,2 то есть практически в два раза превышен по esr номинал c609 1000 на 16 0,17 у нас 0,12 ну в принципе не такое уж и большое отклонение по номиналу в общем сейчас я выпаю эти конденсаторы и проверим их к сожалению проверить я не могу проблему проблема с данным прибором при измерении любых конденсаторов показывает у меня просто-напросто esr 0 ом не так давно я его просто-напросто сжег искал прошивку но скорее всего прошивка не особо такие нормальная попалась то есть во всех измерениях показывает 0 ом любой конденсатор ставишь вот такого не может быть то есть любой конденсатор когда ставишь заметьте значение волос это что-то вроде саморазряда конденсаторов 2,3% при этом 0 ом откалибровать у меня так же не получается когда я вытаскиваю конденсатор у нас показывает значение 2 пикофарада то есть прибор не калибруется пишут ну пишет ошибку у этого же щуп когда проводится измерение стоит полевой транзистор при измерении он просто на короткое время открывается тем самым если какой-то конденсатор заряженный просто напросто разряжает через данный транзистор конденсатор также стоит диод в самом полевом транзисторе и еще отдельно то есть грубо говоря в одну сторону диод и в другую то есть одной и другой полярности то есть вывести этот приборчик из строя шанс меньше чем вот вот этот данный прибор удалось мне откалибровать прибор смотрим значение ESR 0,2 Ом а в таблице у нас 0,1 то есть данный конденсатор у нас в два раза превышает свою емкость дело было все в данном защитном диоде это у нас SVR5-04 далее 100 мкФ на 35 вольт 0,3 Ом а у нас же 0,1 Ом ну после того как прибор вышел из строя вот этот особо доверять не стоит ему уже ну в основном показания с тем прибором если так косвенно совпадают 100 мкФ на 100 вольт 98 мкФ ESR 0,45 и у нас таблица 100 на 100 0,15 то есть по ESR превышение поэтому я заменю данные конденсаторы в принципе на этом ремонт будет завершен ну и собственно проверку данный приборчик у нас прошел удачно в принципе все нормально ну под таким вот прибором невозможно проверить внутрисхемные конденсаторы иногда он конечно что-то покажет правильно иногда показывает идиот иногда и полевой транзистор может показать в общем иногда показывает полную чушь точно внутрисхемно проверить конденсаторы не удастся особенно когда они будут шунтироваться данные конденсаторы например резистором или какой-нибудь катушкой в общем если шунтирование будет больше тем шанс проверить что точнее показания меньше но в любом случае это гораздо лучше чем выпаивать все конденсаторы и проверять то есть например в цепи питания процессора когда вот установлен процессор либо же в цепи питания видеочипа проверить невозможно так как там сопротивление будет составлять примерно от двух ом до десяти максимум то есть слишком низкое сопротивление для проверки тут уже ни один прибор не проверит но в таких вот цепях то есть цепи питания кадровая развертка вполне можно проверить и показания будет близки тем значением которым они на самом деле есть ну естественно и сам самоемкость может отличаться немного в другую сторону так как там и другие конденсаторы в цепи могут стоять также влиять по поводу данного приборщика еще сказать в принципе больше не знаю данный прибор у меня уже уходит к подписчику то есть уже заказали поэтому пока я остаюсь все равно без прибора буду пользоваться вот этим вот в общем сейчас все соберу ну запаяю на место конденсаторы ну и буду проверять как работает итак телевизор я собрал в принципе все работает ну на качество изображения не обращайте внимание это такая антенна надеюсь данное видео кому-то будет полезным всем спасибо за просмотр до свидания до свидания